К главе Самары Елене Лапушкиной на личном приеме граждан пришла семья Горовых. Они проживают в аварийном доме, который подлежит расселению. Исходя из условий расчетов при переселении, семье предложили квартиру в микрорайоне Новая Самара. Но они отмечают, что эта квартира им не подходит и попросили другую. На встрече с супругом пояснили, что другой подходящей по параметрам квартиры пока нет. Новый вариант постараются подобрать, но если это не случится, то семья, как собственники, вольны принять самостоятельное решение, касающееся нового жилья. Если вы живете в аварийном жилье, наша задача – вас из аварийного жилья перевезти, сделать вашу жизнь безопасной. Дальше вы, как хотите. Хотите – продавайте, хотите – оставайтесь. К главе Самары обратились и председатели общественных организаций, которые курируют военнослужащих и их семьи. Они просят помочь в замене памятников на воинских захоронениях. В бюджете города на 2024 год запланирована сумма на их восстановление. Замена памятников требуется на 50 объектах. Все они будут заменены после согласования с родственниками погибших. Кроме того, на могилах не только в Самаре, но и в муниципальных районах установят специальные знаки, извещающие о том, что на этих местах захоронены воины. Это также сделают только после обсуждения с их родственниками. Воинское захоронение мы тоже согласовываем. На некоторых памятниках у нас есть специальная ставка – воинское захоронение. Если мы можем предложить, и вот такой вариант, то есть если не против будут родственники, мы это все разместим. Также на приеме граждан обсудили вопросы поддержки самарских военнослужащих и их семей, организацию церемоний вручения им наград городского округа и капитального ремонта жилых домов. Все обращения будут переданы в работу профильным департаментом. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.